Всем привет, друзья, с вами Арм. Так совпало, что в момент, когда я писал этот сценарий, мне ответил TheFuckBoom. Так что обязательно досмотрите видео до конца, не перематывая, чтобы увидеть этот эксклюзивчик. Ну и кроме этого, мы затронем интересную деталь в пяти постерах от него же. И я уверен, вы даже уже знаете, о чём будет идти речь. Но для тех, кто не в курсе, чуть позже всё вам станет ясно. Ну и самое главное, что сегодня будет в списке нашего обсуждения, касается, конечно же, 77 серии второй части. А именно, будем говорить про вот эту сцену с фотографией спецназовца. После того, как я опубликовал разбор, у меня появилось очень много новых интересных мыслей о прошлом сериала, и в частности о прошлом базы, о Альфа-Хиллз, ведь это очень загадочное место. И не просто так там работал сам секретный агент, из-за которого произошла катастрофа не только в этой лаборатории, но и на всей планете Земля в целом. Его бесчеловечные эксперименты, про которые я сегодня попробую рассказать, повернут вас в шок. Ведь происхождение агентов куда мрачнее, чем кажется на первый взгляд. По сути, множество агентов были сделаны из убитых людей, которых дофук своими же руками убил. А что ещё больше пугает и завораживает, так это то, что скиптис-спецназовец всё это время знал о том, что творит секретный агент, и даже, скорее всего, принимал в этом участие. Но сейчас он никому не может об этом рассказать, из-за одной детали, которую многие пропустили в 77-м эпизоде. Ну что ж, друзья, сегодня, как вы поняли, будет очень жарко, и думаю, уже можно начинать погружаться в историю Альфа-Хиллз. Так что берите чай и печеньки, ну и поставить лайк не забудьте, так как в последнее время актив на канале упал очень сильно, из-за того, что замедлили Ютуб, из-за того, что учёба началась. Поэтому, блин, надеюсь на вашу помощь, друзья. Поставьте лайк, это мне очень поможет, заранее спасибо. Ну а теперь, поехали. Как вы помните, в 77-м серии второй части мы видели, как у гибрида полицейского, по-видимому, из его заднего кармана, падает некая рамка с фотографией, на которой изображён военный отряд на какой-то секретной базе. Если присмотреться, то видно, что посередине этого отряда стоит старый добрысский бизнес-полицейский, а вокруг него его близкие друзья или коллеги. По надписям, которые разбросаны по всей фотографии, можно понять, что фотка сделана на территории Альфа-Хиллз в 1986 году. А отряд, изображённый на ней, это специальная служба обороны объектов правительства, если, конечно, верить надписи снизу. Из всего этого можно сделать вывод, что этот гибрид состоял в неком отряде, который должен был защищать важные объекты правительства. Зная это, мы понимаем, что он очень хорошо знаком с Альфа-Хиллз и являлся её не отдельной частью, защищая её. И, возможно, он являлся как бы хорошим, высоковставленным бойцом на всей территории Альфа-Хиллз. Ну и последняя важная деталь на этом фото, это сам секретный агент, который смотрит прямо в камеру, как будто недовольный тем, что его снимают. Но также над ним изображён вопросительный знак. Это может значить, что у скипидистов есть подозрения насчёт Дефука, а, возможно, они уже что-то нашли про него. И так как эта фотография была у скипидиста спецназа, то можно сделать вывод, что он обладает хорошими детективными способностями, раз начал задаваться вопросами. Что говорит нам ещё и о том, что он один из тех, кто знает, что случилось на Альфа-Хиллз, так как он её непосредственный участник. Именно поэтому он, скорее всего, ищет виновника катастрофы, который случился на базе лаборатории. Но чтобы нам понять, что за катастрофа могла случиться на тайной базе правительства, нам нужно начать с самого начала. Как мы знаем, секретный агент в 1979 году поступил на пост директора лаборатории Альфа-Хиллз. В 1985 же году некая группа учёных открыла какую-то голубую энергию в той же самой лаборатории, но уже в 1986 году мы увидели, как в лабораторию Альфа-Хиллз пришёл некий отряд, который должен защищать важные правительственные объекты. Почему они пришли только в 1986 году, спросите вы меня? Ведь нигде это не указывалось раньше. Если обратить внимание на фото, которое выпало у гибрида, мы можем заметить машины, как будто кто-то только приехал. Ещё сам спецназ ведёт себя плюс-минус так же. Ведь зачем они сделали фото, если бы давно здесь работали? Верно, как-то нелогично. Скорее всего, это их первое появление на этой базе, и они решили сохранить это на память, и поэтому сделали фото. Ну, ещё самое главное, мы можем заметить, как секретный агент очень недоволен, что эти оперативники сделали фото. Скорее всего, дофук запретил делать фото на базе Альфа-Хиллз, и они, как новички, об этом не знали. Но остался главный вопрос, зачем этот отряд приехал на базу? Сейчас отвечу на этот вопрос, но перед этим вам не кажется странным, что я до сих пор не рассказал вам про лучшую мобильную игру, друзья, Grand Mobile. Я уверяю, даже камермены иногда заходят почилить и покататься на тачке в этой прекрасной игре. Ведь он представляет собой огромный город с большим количеством игроков, с которыми можно общаться по голосовому чату и взаимодействовать с ними, как в реальной жизни. К слову, тут, как и в жизни, ты можешь покупать тачки, дома, работать на любимой или нелюбимой работе, это уж ты сам забираешь. А также, Grand Mobile очень часто обновляется и улучшает механики самой игры. И это ещё не всё, друзья. У меня есть для вас особый подарок по нашему промокоду SkibiD. Вы можете получить 3000 рублей, вип-аккаунт на 7 дней и даже гелек. Я сам иногда захожу туда и играю с подписчиками, так что очень советую скачать по ссылочке в описании и играть вместе с нами. Давайте подытожим. В 1985 году группа учёных проводит опыт, а уже в 1986 году военный отряд правительства приходит на базу. Что же по итогу произошло? Скорее всего, этот опыт стал очень плачевным для некоторых учёных, так как мы не видели, что случилось после активации этого голубого луча. Можно предположить, что именно Дефук стал тем, из-за кого Астры узнали про нашу планету, а уже после отправили сюда Джимена со своим войском. Или этот луч стал неким порталом, через который Астры и узнали про Землю. И после этого инцидента, в котором, скорее всего, погибли множество людей, секретный кейт и запросил группу по устранению. Но после всего, что произошло, он не перестал изучать тот портал, хотя, скорее всего, такие учёные, как Дэйв и Кейти были против. Но на стороне Дефука целая армия, когда у них нет ничего. Но всё равно, многие учёные на Альфа-Хиллз были против того, чтобы изучать то, что они нашли. Вы же помните, что в 77 серии второй части мы видели Камервумен, которая на несколько секунд стала человеком. Мы при этом не видели никаких зелёных помех или чего-то другого. Что значило? Это был не секретный агент, а скорее всего, некие воспоминания оператора о Камервумен. Почему именно воспоминания? Так дело в том, что сам Дефук недавно говорил, что это духовный способ общения камерменов. Да, это так. Он в прошлый раз, когда мы видели запись с Кейти, у неё не было шрама на губе. Что значит, что это последняя форма человека, которую запомнил наш оператор. Что, скорее всего, значит, он был знаком с Кейти до этого. Возможно, работал с ней на Альфа-Хиллз. Но пока точных данных нет. И к чему я вам это рассказал? Смотрите. Мы видим, что у Кейти есть небольшое ранение в его последней форме. Что значит, что на Альфа-Хиллз произошло что-то ужасное. Катастрофа, из-за которой погибло множество учёных. Солдат. И есть предположение, что это было вроде небольшого восстания против секретного агента и его бесчеловечных экспериментов. Но, к сожалению, скорее всего, все эти учёные и операторники, которые в этом участвовали, погибли. Возможно, именно отряд спецназовца был тем, кто убил учёных. Это всё очень легко подтвердить. Ведь, смотрите, гибрид спецназ и Кейти были в одной лаборатории Альфа-Хиллз. Но Кейти стала Камер-Вумен, а спецназовец превратился в Скипди-Туалет. И вы не задумывались, почему так произошло? Это из-за того, что Кейти убили на той базе за неисполнение своих обязанностей. И после на ней начали экспериментировать, превращая её в Камер-Вумен. А спецназовец остался дальше охранять территорию Альфа-Хиллз. И, как вы понимаете, недодолго. То есть, секретный агент продолжил изучать данный луч, после чего и произошла катастрофа, заразившая большую половину лаборатории Альфа-Хиллз. Это ещё и подтверждает то, что Скипди-Туалет без нас является гибридом. То есть, он развился до мутанта. Что говорит нам, что Скипди-Вирус пошёл именно с лаборатории Альфа-Хиллз. Ведь, как мы знаем, Скипди-Вирус изнутри живого существа постоянно мутирует и улучшает своего носителя, чтобы тот стал лучше. Ведь, если так подумать, то получается, Скипди-Туалет стал одним из первых заражённых. Но что же случилось с секретным агентом после? Как мы видели на фото, он уже в 1986 году обладал какими-то сверхъестественными способностями. Понял я это по зелёному излучению, которое исходит от него. Оно малозаметное, но всё равно есть. Что значит, после того инцидента, Дефук решил создать агентов, которые смогут с этим бороться. Первыми стали погибшие учёные на Альфа-Хиллз. Он сделал роботов, которые подражали людям, на основе которых они были сделаны. Секретный агент дал им только часть прошлой жизни, чтобы они не помнили, что произошло на самом деле и кто такой секретный агент. Он оставил такие воспоминания, какие мы видели в 73 серии. То есть обрывки с жестами, с некоторыми близкими людьми. Чтобы роботы понимали повадки людей и изображали их, предположительно делая то, что делает человек. Как вы понимаете, секретный агент позаботился о том, чтобы Альянс ничего не помнил из прошлой жизни. Только отрывки, какие были у Камарвуман. Но что же, насчёт скипидистов. Они же должны всё помнить, по идее. Ну, скорее всего, тут тоже есть свои проблемки. Как вы помните, первые заражённые были очень глупые и не обладали большим интеллектом. Просто кричали «Скипиди, скипиди», что, скорее всего, значит, они теряли большую часть памяти при трансформации. Но со временем их мозг становился умнее и тоже развивался. И такие носители информации, как документы, фото, видео, записи всякие и так далее, скорее всего, помогали вернуть им небольшую часть памяти, что улучшало их мозг. Что мы можем наблюдать, допустим, на примере «Скипиди» спецназа. По всей видимости, он не особо помнит Дефока, и ему он кажется очень подозрительным. Именно поэтому он и пометил его вопросительным знаком. Это всё говорит нам о том, что фото, которое у него есть, пробудило в нём часть его прошлых воспоминаний. Знаете, это всё снова мне напомнило серию игр Half-Life. Если интересно, у меня уже был ролик, в котором мы подробно изучали эту вселенную и нашли мощность вскоре с сериалом. Если хотите, можете после этого видео перейти посмотреть. Ну так вот, там некий Джумен, подобие секретного агента, принёс странный объект, на изучение, из-за которого на базе случилась катастрофа, и монстры из другого мира начали проникать в наш. То есть Джумен тоже участвовал в очень опасном эксперименте, но в случае с Дефуком он давно был в ловаторией. А не появился из ниоткуда. И как мы знаем, скорее всего он завоевал доверие многих сотрудников, ну и правительства. И поэтому начал проводить свои эксперименты, которые привели к тому, что сейчас происходит в сериале. Теперь же, давайте покажу вам скриншот с ответом от Дефукбума, о котором я вам говорил в начале. Но перед этим, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать такие же эксклюзивы и новые теории по Сквидиту Лет. Если мы сможем набрать много подписчиков новых, то я даже опубликую видео про Джумена и Тиумена, и о том, как же будет происходить их встреча в третьей части 77 серии. В общем, как вы могли догадаться, я возвращаю нашу старую, очень популярную рубрику, что будет дальше. А теперь к эксклюзиву. Я заметил, что, как и мне, многим зрителям понравились эти постеры от Дефукбума. Мой самый любимый это Скамруман, конечно, потому что выглядит очень красиво и детализировано, как будто бы кадр из фильма. Я даже поставил этот постер себе на рабочий стол, кто не знает. Так вот, к чему я это все говорю. Так как эти постеры всем так понравились, мне стало интересно, а такие кадры от Дефукбума будут ли, ну, регулярными? Или это будет супер редко? Поэтому я написал ему вот такое сообщение. Мистер Бум, вы порадовали нас прекрасными постерами. Стоит ли нам ожидать такие же постеры каждому новому эпизоду? Или же они будут редкими, но качественными? А он ответил на это each episode or part, что переводится как каждый эпизод или каждую часть. Меня этот ответ очень порадовал, так что ждем больше постеров в будущем. Кстати, во всех кадрах от него были имена изображенных персонажей. И больше всего меня удивило новое официальное название Кабарвумен. Ее, получается, уже зовут Планжервумен, что переводится как Вантузвумен. Просто, ну, в принципе, прикольно. Прикольное решение такое. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще про это. Но я буду, наверное, называть по-старому Кабарвумен. В общем-то, ребятки, вот такие новости. Спасибо за то, что посмотрели, поставили лайк и подписались. Пока-пока. Кстати, не забывайте про телегу, ребят. Подпишитесь на телегу, так как YouTube замедлили, чтобы не терять связь. На всякий случай, можете там быть подписаны. Спасибо.